В оранжерее ботанического сада сегодня проходит третий день конкурса многодетных матерей «Краса Беларуси». Мы познакомились поближе с нашими участницами и подсмотрели за тем, как у них проходит фотосессия. В этом году четвертый раз мы собрали прекрасных, уникальных, многодетных женщин для того, чтобы гордиться ими, чтобы показать, что многодетная мама – это очень красиво. Глядя на наших участниц, сегодня можно точно сказать, что стереотип о том, что девушка после родов поправляется, точно развеивается. Расскажите, пожалуйста, как вам удается быть в такой прекрасной форме? На самом деле мы с благодарностью относимся к тем тенденциям, которые выработаны современным обществом, потому что у нас есть возможность изучать, что такое правильное питание, у нас есть возможность заниматься спортом. Это популяризировано, это достойно, и это делает нас счастливее, здоровее, прекраснее и улыбчивее. Ну, я думаю, все многодетные мамы с собой занимаются все равно, несмотря ни на что. На занятость, на работу, потому что мы многофункциональны. Нам нужно жить много-много с нашими детьми, поэтому также, в принципе, это подразумевает активную жизнь, которая полностью противоречит лежанию на диванах. Вчера для наших 18 участниц мы провели групповой мастер-класс, который занял 5 часов. Основной целью, которая была показать, что естественность в образах каждодневных, она очень важна и, на самом деле, легко доступна, потому что многие девушки считают, что это как-то сложно или очень дорого, а на самом деле нет. Тем более мы здесь все мамы, у нас нет много времени, чтобы тратить, на самом деле, на себя его утром, и это является важной составляющей моей подачи для таких мастер-классов. И самое важное, что участницы сегодня для видео-визиток подготавливают макияжи себе сами. Большие умнички. Я прям вижу результаты, и это, конечно, не может не радовать. Если честно, я искренне нахожусь под впечатлением от того, как выглядят наши участницы, и, глядя на них, действительно складывается впечатление, что с каждым ребенком девушка становится все лучше и краше. Ну, а уже 20 октября во Дворце культуры профсоюзов состоится финал, где мы узнаем, кто же из девушек стал победительницей конкурса. Анастасия Копылова, Павел Мешкуть, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова